Символ маркетинга, развитие триггерной коммуникации, это целиком отделенная от операционной структуры систем, в которой ты просто настраиваешь email, проверяешь, как они работают, и в этом направлении мы развивались. Особо развиты никогда email не были, именно триггерная коммуникация, поэтому мне было легко. Все эксперименты проводить, все было установлено, и хороший результат. Через какое-то время я перешел в продукт, именно работа с операционкой, с пользователями, и дальше стал уходить именно в тестирование гипотез уже на самом продукте, на изменение шагов продукта и проверки того, что же пользователи больше приведут к оплате. То есть именно не только email, а именно изменение в самом Skyeng. Skyeng — это цифровые продукты операционных процессов. Что это значит? Это значит, что сам урок проходит с живым человеком, с методистом, и здесь начинаются сложности, потому что все, что автоматизируется и все, что на платформе, можем самостоятельно регулировать. Операционные процессы — это люди. С людьми становится работать проще, не проще, сложнее, потому что каждый человек сам по себе уникальный, у каждого свое поведение, поэтому любые эксперименты и проведение экспериментов на операционке — это рандомный результат. Это достаточно сложно, потому что, как я уже сказал, с технической стороны цифровые продукты менять проще, потому что там в целом ты знаешь, что если что-то меняется, то это точно не потому что человек что-то сделал, а потому что, скорее всего, ты где-то ошибся. Это про саму структуру Skyeng. Воронка продаж. Как выглядит воронка продаж Skyeng, на которой мы работаем? Это тресновый шагер, заявка на вводный урок, бесплатный вводный урок и оплата. И, по сути, заявка на вводный урок — это всегда был процесс, который сопровождался операционкой. Пользователь регистрировался на сайте, ему звонил менеджер, назначал премия, и этот процесс всегда был в таком виде. Никогда его не меняли, но мы его потом изменили. Расскажу попозже. Бесплатный вводный урок — это тоже обязательный шаг, потому что все, кто приходят в Skyeng, они хотят учиться английскому. Как учиться английскому, если не пройти вводный урок? И, в конце концов, первоплата — это уже не операционный процесс. Частично пользователи самостоятельно принимают решения на основе каких-то наших коммуникаций со стороны сайта и рассылок. Какие мы проводим эксперты, что мы тестируем? Мы тестируем путь пользователя в любом формате. Способы коммуникации с пользователями посредством e-mail, звонков в операционке, дизайн писем, мы меняем всю коммуникацию, скрипты, операционки, мы предлагаем продавать другими фразами или вообще не продавать, вообще не звонить, все что угодно. И на самом деле у нас очень большое количество экспериментов. И когда ты проводишь кучу экспериментов, ты понимаешь, что у тебя очень много гипотез, и ты постоянно генерируешь, и два команды генерируют, и хочется все протестировать, и накладываются, жалко, что листается так, не видно, как они появляются. У всех проектов огромный рой. Мы читаем рой каждого, каждый гипотез, который хотим запустить, и любого продукт-менеджера спросил, он скажет, что это гипотез на миллион. То есть каждый говорит, что гипотеза офигенная, и надо ее тестировать. И так накапливается количество гипотез, все гипотезы прекрасные. Ты не запускаешь гипотезы, или должен запускать две, и трафик простаивает, и непонятно, что происходит. Разработчики долго делают задачи, операционку нужно обучать. Всего один аналитик, и не успеваешь их учитать. И все время появляются кучи каких-то но, но, которые решают, все сложнее, у тебя куча гипотез, а ты их не успеваешь протестировать, потому что просто зависаешь на том, что очень много всего. Узнали, согласны, это прям любой процесс, с которым очень много но на твоих шагах. В один момент приходит оснегл и просто начинает сжигать все. И ты между двоей сделал ничего, ты ничего не сделал, вуаля, все. Ты пришел к началу, у тебя, ой-ой, всего три эксперимента за год. Вот такое количество успешных экспериментов провели за год. Факт, скорее, 90% экспериментов проваливаются. Они просто уничтожаются на любом моменте, до этапа его появления. То есть мы придумали эксперимент, посчитали, все, он сгорел. Мы его спустили, он, по-моему, уничтожен. То есть мы целый год потратили на то, чтобы запустить три эксперимента, которые глобально окупили все наши работы, но помогли еще и выстроить путь, а как нам надо работать дальше, чтобы не было таких проблем, как на обменных слайдах. И отличная фраза у Николая Инкрасова. Каждый день я думал о том, как выстроить пунктовый процесс, попробовать его. Мы обратились к нему за помощью, и, собственно, мы подумали, что пора все переупаковать. Не нашли этот недушитель, так как мы продуктовая компания, в SkyMind очень много продадок, и в целом, ну, всех говорят, что там, у вас крутые процессы, да? И тестируем гипотез, который тоже продукт, который надо разрабатывать и заниматься. И есть два главных шага при работе с гипотезами. Первый, самый главный, приоритизация этих гипотез и их уничтожение. И уничтожение я считаю самым важным шагом, потому что он позволяет вообще не брать ничего в работу. Чем больше вы убьете до того, как они будут в продакшен, тем будет лучше. И второе, это проведение экспериментов. Я побольше расскажу про первое. Второе, будет как книжечка, такая металлогичка, и можно будет просто, если скинуть прежность, сохранить или ничего не делать. Приоритизация гипотез. Как это работает? Есть два основных способа вообще понять, насколько твоя гипотеза должна жить, насколько она крутая. И мы делаем всего два шага. Первый шаг, мы не считаем ROI. Если ты не считаешь ROI в Skyeng, тебя просто засмеют и с тобой не будут разговаривать. Потому что на встречу с Тор-Твалили, ты приходишь и говоришь, что у меня есть отличная идея. Он такой, хорошо, ты посчитал, сколько они принесут денег? Ты такой, а я не успел. Он говорит, а зачем ты тратишь свое время, зачем ты рассказываешь? Поэтому, если ты не считаешь ROI, вообще даже не говоришь, что ты что-то придумал. Придумал, посчитал. Как посчитать, я скажу позже. Есть confidence. Это вообще следующий шаг в принятии решений любой гипотезы. Это такой монументальный цикл обращения к команде, к экспертам внешним, к этим, чтобы принять решение. Вернемся к ROI калькулятору. В целом он выглядит вот так. Все цифры здесь не настоящие. Здесь заложены коэффициенты, что все будет хорошо, что все будет плохо, что вообще ничего не случится с учетом роста, реферальности, все что угодно. Калькулятор – это уникальное средство посчитать. Если у вас нет калькулятора, я вам рекомендую его завести. У меня есть шаблон, который мне могут поделиться. Это открытая информация, мы ничего не скрываем, потому что мы прозрачная компания. Здесь прям список вопросов. Его можно бесконечно пополнять. Главное – выбрать для себя какие-то основные. У меня здесь выделены основные, сделали что-то похожее, верили, приборили. Есть экспертное мнение не только нашей команды, а какого-то внешнего. Возможно, и другой компанией проводит или похожий процесс другой компании, или хотя бы другой материи. Есть ли ребята, которые думают, что это стоит делать? Но у каждого есть свое мнение, и каждый может им поделиться. Провели улучшающий эксперимент, провели исследование, протестировали минимально рабочие версии. И все эти этапы мы просто с командой проходим, каждый представляет, насколько он верит в результат, и получается какой-то confidence, когда мы потом вообще понимаем. И кинами мы принимаем решение по двум метрикам, это насколько огромный роль, насколько мы верим в эту идею. Тем самым мы отсеиваем большую часть гипотиз на самом начале. Если все вырезать сразу, то будет намного лучше. Вывод от этого отдела «Убивайте гипотизы». Чем больше вы придумаете сейчас, вы можете не стесняться и придумать все что угодно, в тысячи людей, но чем больше вы уничтожите, тем будет вам лучше, и тем у вас будет понятнее в целом список, когда вам стоит идти, и будет понятнее, что делать. Убивайте гипотизы – здорово. Еще здорово – это товарищ коньяк, он такой выгонит. Видите, через нас в массе это тоже здорово, потому что ты понимаешь, насколько другого влияния. То есть ты сразу в вашем понимании эмоции, верит ли он тебе. Второй этап – это уже проведение ксения. Падают все эти гипотезы, которые… Падают, у них есть деньги, мы в них верим. Мы даже уже спланировали какую-то минимальную разработку, любой способ провести задачи на минималках, потому что… Тестировать гипотезы надо, но надо их тестировать, не заниматься разработкой несколько месяцев, а потратить на это минимум ресурсов, в силу и получить результат поскорее. Проведение эксперимента делится на три основных этапа. Это организация проектирования, сбор данных мониторингов после запуска и анализ результатов. И самый важный этап – это если гипотеза не огонь, что делать дальше? Потому что бывает такое, что кажется, что в самом начале, когда вы проектировали, было все хорошо, и вы верили, и там было много денег, и кажется, что все было прекрасно. Но в итоге ничего не выстрелило, ничего не изменилось, вы потратили три месяца, и денег нет. Ни денег, ни результатов, и… ну… неловко. Шаг один. Ревью. Что такое ревью? У нас есть дизайн эксперимента. Это большой шаблон, который заполняет каждый менеджер перед тем, как делать эксперимент. Он состоит из нескольких этапов, там их, наверное, 10-15 основных, в которых ты прям подробно-подробно описываешь весь эксперимент, и пока ты заполняешь этот файл, он страниц на три, наверное. Пока ты заполняешь этот файл, да, ты тратишь часа полтора-два-три, зато потративая не полтора-три часа, ты понимаешь, точно ли эта гипотеза была хорошая, потому что ты выбираешь бизнес-проблемные решения, ты еще раз проходишь по этому. Какие метрики мы хотим вырастить, какие метрики мы не хотим ронять, на какую аудиторию проводим, на сколько мы сильно сможем нести изменения, и вообще, что дальше считать эту аудиторию. Если мы сейчас слишком много пользователей привлечем, а хватит для нашей перетронки, чтобы ее обработали. Даже такая проблема есть. Вы можете сейчас запустить количество пользователей, например, вывести их на вводный урок, а медали действительно не смогли обработать, потому что они ограничены своим человеческим ресурсом. И вот эти проблемы продумываются во время этого шаблона эксперимента. Пока ты его исполняешь, скорее всего, ты можешь понять, что твоя гипотеза достойна, и бросишь. Все, ребята, откажутся, я не буду делать. Здесь есть фактор времени и фактор того, что ты правда понимаешь, что это не работает. Шаблон эксперимент отсекает еще огромную часть гипотез, но их выходы дальше. Шаг 2 гипотеза в бою. Вуаля! Мы запустили эксперимент, мы прошли все эти круги ада, наша гипотеза нам далась крутой, мы ее запустили. Что делать после того, как запустили? Здесь в целом тоже все просто. Первое, надо собирать фидбэки пользователей о том, что вы сделали, потому что пользователь это самый ценный ресурс. 24 насилия надо будет уйти в фонзу, звонки и комментарии. Надо проводить честь сэсмом, слушать, что говорят операторы, как проводят ровный методисты, как пользователи коммуницируют. Пользователь это самый крутой человек в продукте в тот момент, когда ты этот продукт им показываешь. Потому что, если, например, вы не провели исследование перед тем, как запустить продукт и выкатили какую-то фичу, а пользователь такой, че? А зачем мне это? Мне это вообще было не нужно? И получать свой инвентивный результат. По сути, если вы спросите пользователя, а нужно ли ему это, не знаю, опросом или еще как-то, типа опрос работает до сих пор, а если вы спрашиваете, то получаете ответ от пользователей. Главное, сделать это правильно. У нас есть паблика исследователей, которая появилась в том году. Ребята занимаются 24 на 7 кастелами, ресерчные, UX исследования. Они просто все время занимаются тем, чтобы проверять, что нужно пользователю. Второй шаг это разработка чек-листов. После того, как вы спустили эксперимент, может вообще все что угодно произойти, как вы ожидали. И чек-лист это отличный способ проверить, все идет по порядку, как вы делали. То есть чек-лист, конечно, надо делать и перед запуском. Во время запуска этот повторный чек-лист, просто вы проходите, вы смотрите, что пошло не так, а как это исправить, какой кастырь поставить, где поменять скрипт, еще что-то. Это разработка чек-листов, как способ проявления проекта, того, что то, что вы делаете, это правильно. И последнее, проверка и разбордовка. Это тоже важная штука. Каждый день смотреть, как проходит эксперимент, все идет правильно, не нарушает ли реперационные свои скрипты. Потому что, если менеджер может не пойти по скриптуре и действовать так, как он делал всегда, говорить фразу одну, и не против вторую, он так и сделает. Менеджер будет не соответствовать тому, следовать не уходишь. То есть, надо всегда следить за теми, кто нарушает стандарты и за всем их надо следить. Опять же, чем больше мы будем внимательно следить за дешбордами, за показателями, за дидбэками, тем больше вероятно, что мы на этом этапе, на этапе проведения найдем все проблемы, исправим их и сможем получить какой-то положительный результат, который мы хотели. Шаг 3. Считаю результаты. Это самый хардкорный шаг в скаянке, потому что, в том году мы считали результаты очень просты, мы садились с аналитиком, он проверял цифры, искал значимость, ревью это сейчас настоятельно, а потом отдавал второму аналитику на проверку. И в целом, как будто по второму аналитику, не то чтобы ему было все равно, но он говорил, отлично, хороший результат, пошли дальше. А потом мы поняли, что, когда мы работаем с многомиллионными выручками, надо считать намного осторожнее. Мы добавили фококонверсии, через которые мы следим, жесткие аналитики, проверки на пустрафты, и прочее. То есть, мы начали очень жестко проверять эксперименты. И оказалось, что жесткая проверка, хоть и забирает кучу времени, зато она точно даст тебе спокойно знать, спать знает, что ты никого не обманул. Когда ты говоришь, что ты заработал 100 миллионов, и два аналитика, и еще одна аналитика это подтвердили, ты чувствуешь себя спокойнее. То есть, ты уверен в том, что после того, как ты запустишь этот продукт, все будет либо хорошо, либо будет не хуже, чем было. Ну то есть, не хуже, чем было, тоже всегда хороший результат, если это что-то прекрасное. Как мы аналитим результат? Получение стозначимости это первый звоночек, что все хорошо. Если вы ее добились, все, можно переходить на следующий этап. сначала аналитик из нашей команды его ревьюет, затем, просто как-то целиком весь отчет готов, то есть, он проходит шаблон эксперимент, который вы выполняли на втором шаге, вы вместе созвонитесь, проделываете всю работу, он относится к эксперту, это такой эксперт, который сидит, и очень внимательно читает, и докапывается в каждой цикле. Это очень круто, когда вам не верят. Вам не верят, и вы доказываете, и вы понимаете, что ошиблись. Ребята из другой команды подводили результаты своего эксперимента по-моему 4 месяца. Они разработали какую-то вообще невероятную методику проверки гипотез, и это прекрасно. Они потратили 4 месяца, они набрались опыта, они доказали свою гипотезу, и это очень дорого. Поэтому религионаритика и независимые эксперты могут просто забрать у вас 3 месяца. Это абсолютно нормально, потому что вы говорите, что вы принесете в компании 100 миллионов рублей, тенги, долларов, все что угодно. Это большие цифры, и на них обращается внимание. После того, как все готово, принимается бизнес-решение либо все от, либо все не от. И считается, сколько заработают деньги. Мы считаем деньги по формуле мы знаем, сколько у нас пользователей прогнозируется на следующий год, мы смотрим, насколько наши методы влияют на этих пользователей, насколько они меняют. Мы прогнозируем, сколько это будет в деньгах, и говорим, мы заработаем в следующий год столько денег. Все-таки E, отлично. так мы и считаем деньги. Шаг 4, когда все не очень хорошо. Здесь, на самом деле, все очень просто. Сначала ты говоришь, ай-яй, и мы потратим столько времени, потом ты изучаешь все шаги эксперимента, если ты их не проделал во время отзывов пользователей, все что угодно, ты просто их проходишь, либо ты находишь проблему, усиливаешь гипотезу, либо ты понимаешь, что ты вообще был молодцом, все это делал правильно, проблемы в людях, в процессах, все что угодно, ты не виноват. Поэтому ты просто забиваешь, говоришь, ребята, гипотеза не сработала, и пишешь постмахтем, потому что у нас важно делиться неудачами, это очень не полезно. Когда ты говоришь, ребята, мы вот сделали, ничего не получилось, смотрите, что мы делали, не повторяйте наших ошибок, или вы повторяйте, но через три года, когда будет больше трафика, будет другой процесс, еще раз, то есть не факт, чтобы больше, который не выстрелил сегодня, не выстрелит через три года. И еще одна цитата, я сегодня проткнулся просто к истории, «Давай людям примеры, они будут тебе верить всю жизнь». Это нитша, можете прочитать, если не верите. Примеры жизни, как это было у нас, то есть где у нас это сработало, и где это показало какой-то интересный результат. Смотрите, хорошие примеры, редизайн коммуникации, то есть мы целиком поменяли, дизайн всех писем, домашка после урока, это отдельный процесс. Давайте так, я побуду тамадуить, хорошо, а в какой из них больше верите вы? Поднимите руку, если думаете, что редизайн всех писем может повлиять на конверсию. Кто-то верит, это хорошо. А то, что домашка после ввода в урок, если мы пушим человека пройти ее, тоже влияет. У меня не разделились, но домашку больше. Какой результат получился у нас? Во-первых, дизайн коммуникации был адски сложным процессом. Мы очень долго делали все первые этапы, очень долго проходили все это ревью, потому что у нас в целом коммуникация была такая, она была на минималках только закрывать какие-то дыры. Мы не только поменяли визуальную часть продукта, мы поменяли посыл в письме, какие-то толпы экшен. То есть мы постарались связать продукт с евэлами так, чтобы пользователь как будто бы не видел разницы. То есть он такой, я смотрю в письмо, я нажимаю кнопку, уводим опять в письме или на сайте. Вот это магия. Второй эксперимент домашку после урока это уже кардинальные изменения в продукте. Аналитик заметил, что пользователи, которые проходят домашку после того, как проходят вводные занятия, у них процент отверстия выше. Мы подумали, то есть если пользователи, которые не проходят, а их ниже, начали сходить эту гипотезу, проверять вообще, как проходят процессы, и оказалось, что после домашнего задания у пользователей один шага оплатить, то есть он заканчивал, видел последнюю страницу и потом все. Процесс разрывается, он не знает, что делать дальше. И только самые смелые, крутые чуваки выходили в свой личный кабинет и покупали. Мы с разработкой добавили шаг, который как только человек сделал домашку, видел интернет-оплату, типа ты все сделал, тебе больше здесь нечего делать, плати. Так мы сделали процесс, запустили эксперимент, и в финальных деньгах редизайн коммуникации дал нам 100 миллионов дополнительной прибыли за следующий год, а домашку после урока, по-моему, 60. То есть, почему вообще сработал этот дизайн? Ну, потому что мы вообще все перелопатили. Мы поменяли все письма, мы повысили благодаря письмам каждый шаг пользователя, и это сработало. Там процент и увеличишь финальную выдачу. Мы подумали, вау, это самое лучшее, что мы делали в этом году. Домашка тоже класс. Ну типа, она молодец, мы поменяли продукт, но здесь было меньше вложенных сил с точки зрения изменений. Здесь вообще не было разработки. Здесь мы просто сели с дизайнером, с маркетологом, с верстальщиком, сделали и запустили. Здесь мы обращались к разработке. То есть, ROI чуть ниже, потому что мы затратили дополнительные усилия. плохой пример. Ретизайн коммуникации. Когда мы рассказывали эксперимент, мы его протестирули только на взрослой аудитории. SkyM делится на взрослых и на детей. Дети это вообще сейчас саморазвивающаяся аудитория. В чем отличие? В том, что когда улучшится ребенок, коммуникация идет либо с его родителями, либо с ребенком, если он достиг определенного возраста, который мы получим лично. Ну то есть, процесс другой. И мы подумали, хммм, мы запустили эксперимент или дал эту фонстракоту, а давайте попробуем на детях. Мы даже не углубления не считали, просто взяли, перед делами письма точно дальше, запустили, подождали три месяца, а ничего не изменилось. Вообще ничего. Им абсолютно все равно. Родители переводят детей не чтобы на письме смотреть, а чтобы им прям топили за то, что детям нужно образование, и для них нужен другой посылок. Просто это аудиторично было это продавать по-другому. Мы этого не сделали, и это прям очень плохо. То есть, мы такие, мы продуктовая команда, мы знаем, как все делать, мы делаем этот огромный гайк, но не будем по ним идти, потому что мы знаем, что придут всегда полсуток. Это оживка. Всегда старайтесь проверять все свои гипотезы, даже если они где-то уже срабатывали. И третье, прекрасный пример. Активизация операционки. У меня вопрос опять от Амада. Как думаете, поднимите руки те, кто думает, что если убрать вообще любые звонки менеджеров до вводного урока, конверсии, после этого сможет хотя бы не упасть или вырасти? Типа, что ничего не изменится. Я был из таких ребят, я тоже поднял руку, говорю, да ребята, мы затащим. Мы точно сможем автоматизировать процесс выбрать операционку, потому что операционка это, как я уже говорил, люди. Люди могут не звонить, звонить и говорить странно, дышать в трубку пользователям, неправильно понимать, гневаться. Многие люди думают, что звонят роботы, потому что операционка это человек, который отрабатывает скрипты. Не то чтобы от них нечего ждать, но они просто люди. Вот и все. А если мы заменить? Мы автоматизировали весь процесс и по результатам эксперимента мы получили невероятный процент записи на вводные уроки, потому что это дело не человек, а пользователь сразу же после регистрации выбирал, когда он сам хочет пройти вводный урок. Мы добавили шаг с выбором даты урока и процент записи увеличился на 20-25% пунктов, а это невероятно много. И по аналитике мы видели, что больше результат записи было слышно. Операционка спит и работает с 8 до 10 по Москве. А робот вообще не спит. И он круглосуточно готов записывать на уроке. И вот это очень хорошо. То есть мы невероятно запустили записываемость, но все-таки операционка это очень крутые ребята. Они могут звонить, и доказывать, и говорить, ну давай, выходи на урок. И ты не можешь спиться, ты комметишься перед человеком, и ты вынужден выйти на урок. И мы очень сильно просели выходимость из записи. То есть мы один шаг невероятно завысили, а другой мы просто провалили. Это очень хороший пример, с которым мы просто дальше возвращаемся в гипотезь, и мы ее пересобираем. То есть на этом этапе мы еще работаем, работаем, и вам будет, что что-нибудь случится хорошее. Вот. если вы хотите получить калькуляторы и шаблоны, которые я показывал для вот этого всего, вы можете написать в личку, у меня все есть. Я вам обязательно скину. У меня последний вопрос, а здесь есть кто-нибудь кто учит SkyEnglish? А кто-нибудь, кого они очень активно пушат? И если вдруг вы захотите после этой презентации учиться в SkyEnglish, у меня есть три фиралочки. Плюс два урока. У меня осталось четыре, и мне просто придется скоро платить, поэтому я получу два, когда вы придете. В целом все. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое тебе. Огромное спасибо. Пожалуйста, вопросы у Митя. Митя, расскажите, может, подробнее про калькулятор. Я понимаю, там, ядро его это прогнозирование эффекта экономического. Вот я иду сюда. А как это прогнозирование строительства? Как будут цифры появляются? Я говорил, что у нас есть прогнозирование на будущее. То есть мы знаем, как у нас вот перспективно закупался траффер. Мы знаем, как мы будем закупать траффер в будущее. Мы знаем, сколько мы планируем строительный бюджет, какая настоящее конверсия, соответственно, сколько мы наняли операционных кем-тоистов, чтобы они привели для нас. Такой этап бизнеса, когда ты не можешь не прогнозировать будущее. И ты понимаешь, сколько у тебя будет больше. Ты смотришь, какая у тебя была конверсия на каждом этапе в воронке, и ты просто вносишь и цифры в калькуляторах. Там, какая конверсия из заявки на текущая модель. А мы делаем новую фичу, которая должна что-то улучшить. А вот на сколько она улучшит? Это уже либо как раз ты обращаешься в прошлое, смотри, было ли что-то похожее, либо ты такой, наверное, может быть, изменится вот настолько. Это только кидали монеты. То есть это, скорее всего, может поменяться настолько. То есть опять же, есть мнение экспертов, есть кейсы, то есть куча способов попытаться прогнозировать. И поэтому у нас на калькуляторе три момента. Первый, ничего не изменится, возможно, что-нибудь хуже. Второй, это чуть-чуть, минимально изменится, чтобы мы это могли задетектить и нам тут плюс. И третье, это почти все взорвется и мы заработаем миллиарды. Вот. Поэтому у нас три этапа прогнозирования. Спасибо. Дим, привет. Есть опросец. Ты сказал, что редизайн писем вам примерно 100 миллионов. При этом добавление кнопки оплатить. Где-то в уроках, там в домашних зданиях примерно 60 миллионов. Просто как вы такой эксперимент провели? То есть вы год сегментировали пользователей на две части. Например, одни с вами одну коммуникацию и другую весь год. А как вы коммуникации отделили кнопки оплатить? То есть все фичи пересекаются в свой продукт? Как вы считаете, сколько каждая фича выносит эти постоянности и пересекаются? Окей. Есть два способа проведения таких экспериментов, которые пересекаются. Первый способ разделить их по времени. То есть ты сначала с января по март проводишь эксперимент номер один, а с апреля по там июня эксперимент номер два. Таким образом, они просто не накладывают друг на друга. Первый способ не накладывать их и просто сжечь трафик на том, что, ну, мы ждем. Мы верим в гипотезу, что она придет столько денег. Мы просто ждем, когда закончится первая. То есть мы все гипотезы, которые планируем, мы знаем, когда мы будем их проводить. Там, сейчас рисует дизайн, а потом будет вырастать и вырастать, и запустим прямо к этому моменту, и к этому моменту закончится предыдущий. То есть мы сами уверены в том, когда один момент кончается, начиная с второй. Второй способ запускать параллельно. Как это делается? Первый, да, пользователи разбираются на сегменты. Если мы, ну, например, рассмотрим, что два эксперимента параллельно, среди дизайн коммуникации и домашка, пользователи разбиты на две группы, и мы точно в системе аналитической знаем, кто к кому относится. И эти пользователи внутри пересекаются, например, по эксперименту. Мы просто берем и выделяем группы пользователей, которые соответствуют двум группам. Ну, короче, мы ищем те моменты, где есть пересечения, те моменты, где пересечения нет, и анализируем две группы. Но это плохой метод, потому что он занимает больше времени. Понятно? Какой эксперимент может быть экспериментов 10 параллельных? Сейчас, не знаю, может, экспериментов 10 параллельных, но они все учитывают в системе аналитики. То есть система аналитики видит, где пересекаются, и когда эксперимент считается, больше ли стоят метки, в каком эксперименте он сейчас есть, и что это надо учитывать при подсчете. Это не ответ? Нет. Еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, скажите, что у вас очень много в операционке, ну, люди отличны в операционке, и, соответственно, они тоже могут генерировать гипотезы какие-то определенные. Собираете ли вы гипотезы и обратную связь, вовлекаете тех людей, которые работают в операционке, для того, чтобы пополнять свою базу данных гипотез? Потому что для этого эти люди будут рассчитывать заполнять какие-то там глубокие марандумы. У них может быть просто мысль. То есть, как пополняется банк гипотез, в том числе, за счет увлечения сотрудников комфортного работ в операционке? Окей. На самом деле, это очень сложно, потому что, ну, я вообще про это не рассказывал, это все очень сложно, и, в принципе, не спросил, что ты внес. У нас есть кейс, когда вообще не спросили ребят, им поменяли интерфейс, но забыли спросить, а как хотят они? И получилось все очень плохо, а они такие, что вообще вы сделали? А второй способ, мы сказали, сделайте так, как вы хотите, и мы сделаем так. Они сделали, ну, то есть, мы соотнесли то, что нужно им, то, что нужно нам, получилось хорошо, они довольны. То есть, да, спрашивая ребят, с которыми ты работаешь, будет намного лучше. Они будут лучше работать, потому что будешь им помогать слушать гипотезы, и все будет супер. То есть, они как хантеры, есть люди, это сотрудники, только хантеры и гипотезы. То есть, они по факту, и с металлистами работают, и работают с клиентами отдельно, и задачи не решили, и потом потом обладают. Да, это как раз ребята из фабрики исследований, которую в этом году открыли. У нас сейчас два или три человека уже, и это мой бог олеги за дело. Просто мы с нуля это разбили. Этого не было, поняли, что это очень нужно, и вот наши три человека фултайм этим занимаются все время, исследуют все, все что возможно. Так что да, это прям очень крутой процесс, и фабрики исследуют просто какая-то отдельная тема, это очень полезно. А в какую долю у пользователей вообще в эксперимент вы убегаете? Как это? Эксперимент зависит? Ну вообще, в идеале это вообще не давать простаивать трафику, то есть надо все время что-то с ним делать. Если он простаивает, он сжигается, он бесполезен. Нет, он не бесполезен, он работает по типичному процессу, но надо все время тестировать, поэтому 100% трафика всегда попадает в какой-нибудь эксперимент. То есть, сами того, не зная операционный другой скрипт, другой вводный урок, другие письма, еще что-то всегда. То есть, ни одного, чтобы пользователей не попал в эксперимент. И, ну всегда, окей, есть доля пользователей, которые никогда не в каком эксперименте, но они тоже в эксперименте, но они контрольные группы. То есть, это как скоринг, если вы не будете, если вы будете просто брать 100% в работу, вы не знаете, как было бы если бы. и вот, поэтому надо всегда оставлять эту маленькую контрольную группу, с которой всегда можно сравнивать. То есть, они тоже в эксперименте, просто у них ничего не поменялось. На них мы центрируемся и знаем, а как вообще в другой вселенной. Еще вопросы, пожалуйста, к Сергею. А вот такой вопрос. Получается, что один эксперимент делается несколько месяцев обычно. Либо он очень быстро умирает, либо несколько месяцев. Значит, один менеджер продукта может сделать всего лишь несколько экспериментов в год. 90% экспериментов умирает, но не подтверждается. Что происходит с менеджером продукта? С их психологическим состоянием. У них получается шанс выиграть, шанс вытянуть купили ему билеты, и твоя гипотеза дойдет до конца и принесет денег очень маленький. То есть, можно годами не получать результаты никакого? Да, это у нас называется национальные качели. Один раз ты выстрелил в феврале, и до декабря ты мне ничего не получал. И это очень демотивирует. Ну, то есть, у нас есть такой показатель критически важный бизнес-процесс. Это такая методология, по которой отслеживается, есть ли вообще от этого менеджера какое-то выцело в будущем? То есть, например, я сейчас провожу 5 экспериментов, сейчас они у меня идут, и у меня 10 экспериментов лежат. И мой хэд смотрит такой, у него что-то есть, скорее всего, вот эти процессы, которые я хочу внедрить, они могут что-то принести. И он обращает внимание, что сейчас что-то уже идет, и что-то у меня запланировано, и все под контролем. То есть, у него важно, что у этого всего есть какие-то понятные сроки, что это может произойти. И мы верим, что что-то сработает. Ну, то есть, да, к сожалению, не всегда все срабатывает. Ребята, например, один эксперимент проводили год, и спустя год у них вообще никакого результата не было в деньгах. То есть, ничего не изменилось. То есть, они целиком изменили анбординг, визуальную его часть, то есть, они поменяли вообще все. То есть, они целиком изменили весь путь пользователя, но это не дало приросту в деньгах. Зато это увеличило там, ну, какие-то промежуточные показатели, лояльность, возможно, повторную оплату. Но вот на C1, там, где мы работаем, конверсию работы, не изменилось абсолютно ничего. Ребята просто такие отстой. Мы год это делали. Год они делали то, что не сработало. Вот. Но все равно, если ты что-то делаешь сейчас, есть вероятность, что это получится. Ну, то есть, да, у меня сработало в том году два эксперимента, в этом у меня не одного. Сейчас уже 1 июля. У меня нет ни одного эксперимента, я сейчас расстроен, но я знаю, что у меня считается два, и я держу пальчики крестиком. Вот. И национальные качели. Надеюсь, что что-нибудь получится, и я буду чуть более счастлив. Спасибо большое, Дима. Мы точно стали чуть более счастливы после моего доклада. Корене Дима, вы можете поймать также кунуаром и попытать его еще.